Дрожь земли Сегодня в одном из дворов Рязани скорая едва не ушла под асфальт Фельдшер войны В Рязанском медколледже установили мемориальную табличку выпускнику-фронтовику Петру Тарарышкину Узнай о своих долгах Судебные приставы решили в этот день решать все миром Начнем с чрезвычайки Минувши ночью практически в центре Рязани на улице Щедрина горел многоквартирный дом Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 21.10 Пожарный расчет прибыл незамедлительно и уже спустя 19 минут Очаг был локализован На ваших экранах как раз сам момент распространения огня Снятый на телефон с жителями дома Возможно, причиной возгорания стала неисправность электроповодки Судя по видео, это самый очевидный вариант Впрочем, в региональном управлении МЧС о возможных причинах пока не говорят В тушении участвовало 6 единиц техники и 24 человека личного состава В 21.29 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров В 21.45 ликвидировано открытое горение Погибших и пострадавших нет, причины пожара и ущерб уточняются Еще одна неприятность случилась сегодня в одном из дворов Рязани Под асфальт провалилась машина скорой помощи Не вся, конечно, однако выглядело это все равно опасно Что произошло, знает Валерий Седов Эти кадры за один вечер облетели все соцсети и набрали тысячи просмотров Машина скорой помощи провалилась колесом под асфальт Произошло это на парковке дома 46 по улице Вознесенской Сразу же под записью появились комментарии, что парковка решила уйти под землю А для того, чтобы вытащить скорую, вызывали спасателей Операция по освобождению прошла успешно Сам провал моментально огородили сотрудники управляющей компании Теперь задача у них определить причину провала Место осмотрели инженеры Там их ждал неожиданный сюрприз Отсюда и родилось предположение о том, почему произошел провал Было выявлено, что внутри, то есть в той полости, которая образовалась Имеются проекции строительного мусора, кирпичи, остатки деревянных в кракции Они по большому счету там быть не должны То есть, как мы предполагаем, это скорее всего нарушение Именно при укладке подушки при застройке С подрядчиком уже связались, пока никаких точных цифр и дат он не называет В настоящее время связались с подрядчиком Он непосредственно сделал пока предварительную оценку по смете Мы пригласили его для детального осмотра, чтобы он определил фронт работы Сейчас управляющая компания ждет предложения о стоимости работ и сроках проведения Опасности дальнейшего обвала, как говорят представители УК, нет В настоящее время участок огорожен Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» На стене Рязанского медицинского колледжа открыли памятную табличку, посвященную Петру Тарарышкину В 1941 году он окончил это учебное заведение и сразу отправился на фронт военным фельдшером Во время войны был тяжело ранен, но снова вернулся в строй и продолжал спасать бойцов Петр Павлович Тарарышкин родился 5 февраля 1923 года в деревне Зараново Кораблинского района В 1941 году окончил полный курс рязанской фельдшерско-акушерской школы и стал фельдшером По этой же специальности Петр попал на фронт Успел побывать на Калининском, первом и втором Прибалтийских фронтах В составе 296-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона В 1943-м был тяжело ранен, но вернулся в строй У меня же вот отец в начале своей послевоенной деятельности Он был начальником санитарной службы района Я был начальником главным санитарным врачом управления исполнения наказаний в Зараново Кораблице Здесь у нас как-то происходит передача, так сказать, с поколения в поколение 9-й, 10-й класс, когда, значит, именно в процессе разговора с отцом В процессе его, значит, так сказать, рассказов о деятельности медицины Он немного рассказывал о своей военной деятельности Медаль затвал он получил за то, что в одном бою вынес из полевой 15 человек То есть, сами понимаете, это достаточно серьезный, так сказать, печаллический подвиг На торжественной линейке студенты медицинского колледжа рассказали о важной роли врача в военные годы Таких, каким был Петр Тарарышкин В этом году памятную табличку установят не только в Рязани Но и на малой родине героя в селе Пустотино Кораблинского района Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» 29 апреля, 99 лет со дня рождения Надежды Николаевны Чумаковой Хозяйки Рязани Так ее называли сами рязанцы В библиотеке имени Горького в преддверии дня рождения Надежды Чумаковой На встрече всех неравнодушных делились воспоминаниями о незаурядном руководителе В этом году предюбилейная дата 99 лет со дня рождения первой женщины мэра Рязани Надежда Чумакова приняла город в 1963 году с населением в 230 тысяч человек А ушла с поста, когда численность зашкаливала за полмиллиона Именно при ней Рязань обросла новыми жилыми районами Люди из команды советского мэра отзываются о ней как о грамотном и требовательном руководителе Какая она была? Жесткая, да, но мелкая Но она знала нас всех, она ценила нас всех под нашим рабочим, творческим достоинством И, вы знаете, она была вот как бы немножко даже сурова, но в то же время доброты в ней было много Вот маленький пример, мы ездили вместе с ней, когда установился памятник у театра драмы Об основном театра драмы, и можно было ускорить работу И она вот и уточком заглядывала, и вечером, и к ней пришли рабочие И скорее выкладывали ей вот чего в них не хватает, какие-то свои проблемы Они знали, что она их решила И, вы знаете, она ведь вечером, когда просила их ускорить работу И остаться еще подольше работать, она приезжала не просто так Она привозила им горячую пищу Рязанский писатель Анатолий Говоров на встречу принес книгу Которую написал и посвятил выдающейся землячке В книге архивные материалы о Надежде Чумаковой и ее деятельности А также воспоминания соратников По словам рязанского писателя Анатолия Говорова, главной задачей было сохранение памяти Многие знают, что стоит памятник Надежде Николаевне Чумаковой На Первомайском проспекте Автором памятника был талантливый и скульптор Борис Семенович Горбунов То, что он появился в Рязани, тоже заслуга Надежды Николаевны Он учился в Ленинграде в институте имени Репина О том, какой была Надежда Николаевна, рассказывали и другие ее коллеги По их словам, несмотря на высокий пост, Надежда Чумакова никогда не ставила себя выше других Жила скромно и оставалась верной Рязани Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» В Рязани проходит всероссийская акция под названием «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах» В преддверии майских праздников организаторы из Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Решили пойти навстречу неплательщикам и решить все вопросы миром Всероссийская акция проходит по всей стране в один день, 27 апреля Александр об акции в МФЦ узнал случайно В одном из окошек сегодня здесь принимает служба судебных приставов Пришел Александр с простым вопросом – узнать о своих долгах Кстати, именно так акции называются Очереди почти не было, поэтому, говорит, консультацию получил быстро Решил прийти, проконсультироваться, потому что не все возможно узнать в интернете Тем более идти в налоговый, куда-то здесь все можно узнать, информация в одном месте Очень удобно, быстро Акция «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах» всероссийская Проходит она в преддверии майских праздников Чтобы не получилось, что называется, о неловких ситуаций В практике приставов было не раз, что из-за задолженности на карте Изымали имущество, тормозили машины на посту Чтобы такого не случилось, говорят в управлении, долги стоит оплачивать заранее В рамках проводимой акции судебные приставы разъясняют положение действующего законодательства Об исполнительном производстве, порядок пользования банком данных Должностные лица расскажут о сервисе цифровое исполнительное производство Предоставление информации о ходе исполнительного производства Подача заявлений, ходатайств, объяснений и прочих документов по исполнительному производству С помощью портала госуслуги Акция проходит сразу на двух площадках МФЦ На Почтовой и Каширина С 9 утра до часу дня Также прием будет проводиться на базе юридической клиники РГУ У судебных приставов можно проверить, есть ли у вас или у родственников неоплаченные долги Плюс на месте можно получить консультацию по всем нужным вопросам Но знать о своих долгах можно и самостоятельно Через электронные сервисы службы, сайт госуслуг, а также через мобильное приложение Оно так и называется, как сама служба Валерий Седов, Дмитрий Ефимов Телекомпания Город На этом у нас все Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv И на наших страничках в соцсетях Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова